Где установлен памятник холостому парню? Редкое животное, обитающее в степях Монголии, а также город-участник предстоящего чемпионата России по футболу. На эти и другие тестовые задания, среди которых работа со снимками из космоса, картами и терминами, ответили и жители Якутии. Якутия стала лидером страны по количеству площадок для географического диктанта. Для желающих его написать в регионе организовали 308 аудиторий. Само мероприятие мне очень понравилось, вопросы интересные, но поскольку я не интересовалась последние годы географией, но тем не менее освежила свои познания в этой части. Масштабную контрольную работу провели по инициативе Русского географического общества в третий раз. В столице республики для проверки знаний организовали 103 площадки. Идея очень интересная, потому что очень здорово проверить свои знания, так как географию давно уже не изучаем. А сын тоже пока не изучает географию, но он просто интересуется этим, поэтому было ему очень интересно. Проверить свои знания географии могли все желающие. По предварительным данным, общее число якутян, написавших диктант, составило порядка 20 тысяч жителей. Примечательно, что тест в сравнении с прошлым годом немного усложнился. Появились задания по космоснимкам. Честно говоря, что на один вопрос вообще в принципе не ответил. Был вопрос космический снимок города, которым пройдет в следующем году чемпионат мира по футболу. Я вот гадал-гадал, вроде это не Сочи, вроде и не Краснодар. Ну как бы так вот не отгадал этот вопрос. Географический диктант жители проходят анонимно. Узнают свой результат участники по индивидуальному номеру на сайте диктанта. Результаты станут известны 25 декабря. Также свои знания можно проверить онлайн до 30 ноября. Юлия Великодная, Оксана Устинова, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова